И впереди атакующая тройка на острие Роберто Фермино, одиннадцатый, слева Адам Лалана, 20. Хозяев поля Милнар выполняет подачу на ближней штанге, хорошо работают защитники Арсенала, и пока лондонцам лидеру чемпионата никак не удается отодвинуть игры в штрафной площади. Еще момент. Удар, полирует Чех, еще удар, и мяч в воротах Фермино. Слишком ловко выходил из обороны в атаку, дальше Эмре Джан, удар, парирует, тут нет положения в игры, парирует Чех, и на подборе был бразилец Роберто Фермино, и счет становится 1-0. Да, в этом эпизоде игроки Ливерпуля были все время чуть быстрее футболистов Арсенала, хотя вроде бы количественно лондонских игроков в обороне было достаточно, но никто не встретил Джана, конечно, Волк, допустим, грубейший. Рашу довольно уверенно разобрался на Эммерить с Андерленом. Вот атака, удар по лотам, и в ближний угол пропускает Минюля Ааран Рэмзи. За мяч, давайте еще раз смотреть, Чех с сильным ударом отправил мяч туда, в чужой штрафной. Жиру великолепно выигрывает борьбу, а дальше подбор, дальше атака продолжается. Жиру лежит на газоне, и великолепно действительно выложил мяч. Мяч Кэмпбелл, но все равно, смотрите, Александр же ногу-то и правую держит. Вроде бы накрывают бьющую ногу Рэмзи, и тем не менее мяч просочился под штангу. Да, ошибка голкипера здесь без вопроса. Смотрите, Туре почти накрыл и опаздывает Минюля. На правом фланге, и тем не менее, сейчас вот этот мощный кулак, который построил клуб у Арсен... Ударный кулак, феноменально, феноменально, Фермино! Браво! Исполнение блестящее Чеху с его рекордом сухих матчей здесь остается только... Ну, очень тяжело, тяжело для протаря, посмотрите. ...посочувствовать, потому что без шансов. Но опять-таки, смотрите, все время... На клубом шел. Ливенгольцы-то все время быстрее, и все время они одни. Милнер обрабатывает мяч, никто не мешает Фермино, подрабатывает. Опять-таки, не успевает сильнее выброситься на него. Как-то пассивно ливерпульские арсенальские игроки действуют, встречая так высоких. ...игру Дорьковской борща, но мяч до жару не доходит Джан. Из новой атакы ты... Нет ли игры? Нет ли игры? Пенальти! Пенальти! Судья, пенальти! Толчок был! Я сыграл в хоккей. Вот давайте смотреть сейчас на повторе. Вне игры нет. Нет, не игры здесь нет. Нет, нет, нет. Нет, это чистый игровой момент. Тут пенальти, мне кажется, никакого нет. Уверены? Абсолютно. Ну, тут обычная, а вратарская... Мне кажется, врезать. ...случай, когда чистый такой аок... Два-два! Ну, Миньоле. Миньоле и оборона. Давайте посмотрим еще раз. Ну, здесь и оборона, и вратарь. Снова проспали. И Миньоле. Решил какой ногой бить, и в результате получился, что он сыграл в качестве защитника. Ну и здесь, посмотрите, и Рэмзи не успевает, и везет. Просто сборная Испании, конкуренция сумасшедшая. Другая ошибка. Шибко, удар! Хэмберин в врат и буду. Не уверен. Расим. И вот момент! Асна атакует. Смотрите, вот. И вот здесь. Вернуться назад, но немножко долго. Уже задержался, Айп, уже задержался с этой передачей. Миньоле. Вот передача на Фермина. Нет, положение вне игры. Прострельная передача. А вот здесь никого, никого нет. Смотрите, здесь такое впечатление, что оборона, оборона Арсенала встала на месте. Вот такое ощущение, что футболист Арсенала... Застыли в своих позициях. И вот здесь Чех опережает. На Энхелде 2-2. И вот момент у Джана. Бить поворотом. У Кучин. Клань сейчас хорошо сыграл направо. Опасный момент. Боже, тучи. Трик давай! Ой-ой-ой. И засыпает оборона Арсенала. И смотрит в футбол. Просто попади. Лег бы мяч на ногу бразильцу сейчас. Фламени не успевает накрыть бразильцу. Тот разворачивается и слева и бьет. Без шанса для Чеха. Мяч. Возможности забить свои очередные голы. Еще сделать счет. 3-2 в пользу Арсенала. И вот момент. Еще один. Сакой 17-й. Клайн 2-й. Альберто Морено 18-й. Милнер 7-й. Ладить даже 30-й. У Клопа не было. Но вы знаете, мне кажется, что вот с точки зрения плана на игру это немножко разная история. Давайте посмотрим, что у Милнера получится. Пас. Опасный удар! Достаточно сложный мяч в створ ворот. Но в очередной раз. В очередной раз мы видим, что в обороне и у той и другой команды не все получается. Народу много. Но здесь нужно... Одного не хватило. Да, ни одного не хватило. Здесь Альберто Морено пробил слевой и не сумел. Просто как-то... Притягивание каната. Кто все-таки перетянет вот в этом игровом отрезке. И у кого хватит сил вот в такой сумасшедшей игре. Вот Арсенал сейчас очень опасно подходит к штатной площади. Передача Кэббл. И вот разворачивается Жиру и бьет по воротам. Жиру. Игроки сегодня обеих команд чуть быстрее, чем игроки обороны. Да, вот дали развернуться, пробить. Но все-таки давайте похвалим нападающего. Вот здесь передача. Жиру развернулся и пробил. Дали против Ливерпуля. Вот сейчас у него нога поедет. Оп, все. Видели? Да, да, да. И сразу вот эту секунду он как раз и проиграл. Ну и опять отметим передачу, что пришла пусть после серии рикошетов Кэмпбелл. Кэмпбелл сделал передачу. Да, но у Турен ноги поехали, а у Жиру не поехали. Они на одном участке поля сейчас вели борьбу за мяч. Джан. Удар в оборотам, это Билл Хантерс. Вот так, на вот это Морено, Морено. И Мешленд таки ждет вот эту передачу. Но так надо было навешивать-то на бельгийца. В эту зону передачу я готов бороться. Но пас пошел глубже. Подтягивался к Бентеке не только мерк, ты знаете, там еще один защитник был. Кто на подборе? И удар по воротам. Атаке залетает. Смотрим. Это тут еще и ликошет был. Да что ж Бентеке-то делает? Почему он не центрально нападающего играет? Ломано, Бентеке, Бентеке бьет по воротам. Подача Хендерсона. Подача выигрывает Бентеке. Но кто здесь? Удар по воротам! И гол! Ален! Ален забивает! А что вы радуетесь-то? Нет, я просто радуетесь-то. То, что... А болезнь... Сегодня 90-ка какая была вчера? Вторая или первая? Вот вам и Бентеке выиграл свой мяч. Выиграл, выиграл. Один мяч он выиграл. И этот мяч, по сути дела, решающий. Ну и здесь не смог, как следует, на мой взгляд, оттолкнуться Чех в этой ситуации. И не успел Бильярин в последний момент. Не успел. И дотягивается Чех. Дотягивается Чех.